Мы радуемся, когда разработчики выпускают новый контент, но что делать, если этого контента недостаточно? Правильно, мы идем в интернет. Это рубрика, в которой буду рассказывать вам все о топах и модах, а также делать интересные подборки контента. Сегодня, в первом выпуске этой рубрики, я бы хотел немножко его подобобщить и ответить на самые часто задаваемые вопросы. Альфа или Максис, где скачать топ-контент, что такое допы, а что такое моды, и чем они отличаются, и многое другое. Поехали. Альфа или Максис. Это противостояние идет уже просто десятилетиями, вплоть со второй части игры The Sims, когда начали появляться хоть какие-то классные допы для игры. И вот на дворе конец 2019 года, и у фанатов до сих пор стоит в голове этот вопрос. Альфа или Максис? Давайте разбираться. Пользовательский контент, или как привычнее называть его CC-контент, или CC-контент. Понятие доп-контента пришло в игру The Sims 1. Тогда уже фанаты, или как правильно их называть, креаторы, начали создавать мебель, одежду и прически для персонажей. Доп-контент делится на два основных типа. Контент в стиле Максис, это тот контент, который никак не отличается от контента, который придумывают разработчики. Там используются те же самые текстурки, и порой используются те же самые объекты. Просто у них меняют раскраску, на такую, которой нет в игре. Разумеется, существует контент в стиле Максис, который придумывают с самого нуля. Тогда креатор создает модельку будущего контента абсолютно нуля в специальных программах. Затем он их красит, соблюдая игровой стиль игры The Sims 4, например, и добавляет в игру. Этот процесс очень трудоемкий и очень муторный. Порой креаторы выставляют свой контент за деньги, для того, чтобы получить финансовую поддержку и мотивацию для будущей работы. Альфа-контент. Для того, чтобы объяснить и показать, что такое альфа-контент, мне проще показать вам фотографии. Для того, чтобы вы поняли на примере. На примере одежды. Например, мы берем кофту в стиле Максис и берем кофту в стиле альфа. И мы с вами можем заметить, что у этих двух кофт абсолютно, во-первых, разные текстуры. Во-вторых, стиль Максис все-таки пытается повторить стилистику игры и является более мультяшным стилем, нежели альфа. Альфа-стиль же похож на то, как будто бы взяли кофту, ее сфотографировали и с помощью специальных программ просто перенесли в игру. Текстурка у нее максимально приближена к реальности. Но еще будет проще показать на прическах. Здесь разница просто очевидна. В стиле Максис волосы более, как их называют, пластилиновые. И придерживаются дизайна причесок, которые придумывают разработчики для своей игры. Но прическа в стиле альфа совсем другой контент. Этот контент назначен больше на реализм. В этой прическе прорисовано все. Каждая волосинка. Резиночки, если они имеются. Заколочки и все остальное. И эта прическа выглядит так, как будто бы вы действительно держите в своих руках Барби. И вы видите не один большой сплошной кусок пластилина, который разделен на пряди. А вы видите каждую отдельную волосинку. Продолжая показывать и рассказывать вам, что такое альфа и максис, я не могу не затронуть минус одного из этих стилей. Стиль альфа имеет один из главных минусов для игроков, у которых довольно слабые компьютеры. А именно вес файлов. Чем файл больше весит, тем игра его будет дольше обрабатывать. И тем сильнее будет нагружаться игра. И разумеется от этого будут появляться лаги, фризы и баги. Возьмем, к примеру, прически. Я скачал две прически. Одна в стиле максис, другая в стиле альфа. Так вот, прическа в стиле альфа весит 28 мегабайт. Так когда прическа в стиле максис весит всего 6 мегабайт. И разумеется, если посчитать, то одна прическа в стиле альфа занимает столько же места, сколько и 4 прически в стиле максис. Что довольно много для одной прически. И разумеется, чем больше контента в стиле альфа в вашей игре, тем и загружается она намного медленней. Но, конечно, в каком стиле использовать контент решать только вам. Я никому не навязываю своё мнение. Да, я любитель контента в стиле Максис. Я придерживаюсь общей стилистики игры. Если игра в стиле Максис, то и доп. контент не должен сильно бросаться в глаза. Какие-то прически или какая-то одежда, пусть они сливаются с ровным тоном игры 74 и никак не выпячиваются наружу. А то, когда одни персонажи ходят в одном стиле причесок, то другие ходят абсолютно в другом стиле причесок. И лично меня это немножко подбешивает. Ну что, тут, как говорится, всё как в магазине. Вы приходите и выбираете то, что вам нравится больше. Но в этом случае, если у вас компьютер довольно мощный, то вы можете выбрать альфа-контент и полностью забить им папку. Да, он весит больше. Да, игра его будет обрабатывать дольше. Но для этого вам и нужен более мощный компьютер, нежели файлы Максис-контента. Максис-контент же весит намного меньше, чем альфа. И поэтому игре его проще прорабатывать и проще работать с ним. И тут я сразу вспоминаю такие ситуации, когда у меня на трансляциях некоторые люди начали хвастаться тем, что, да у меня папка-модс весит 90 гигабайт. И тут ты, в принципе, понимаешь, чем эта папка-модс забита, ну, всего лишь одним альфа-контентом. Так как он весит больше, его можно скачать поменьше, а он весит больше, и папка весит больше, и игра напрягается больше. В общем, как-то так. Но, разумеется, тут выбор, как всегда, только за вами. Если у вас мощный компьютер, то обмазывайтесь альфа-контентом. Если он же у вас не сильно мощный, то я бы вам порекомендовал использовать исключительно Максис-контент. Он и смотрится эстетичнее, и весит намного меньше. Но это лишь моё мнение, так что выбор всегда повторюсь ещё раз только за вами. Допы или моды? Вот в чём вопрос. Многие ванаты до сих пор путают, что такое мода, а что такое допы. И иногда называют кофты, юбки, одежду, мебель, всё что угодно модами. Но это не так. Доп-контент. Под понятие доп-контента можно подвести те объекты, которые вы можете использовать в игре. Такие как прически, одежду, аксессуары, мебель и многое другое. Для того, чтобы обустроить дом или изменить персонажа. Модами же называют то, что модифицирует вашу игру. Добавляет в неё новые действия и новые взаимодействия между персонажами. А также моды могут изменять интерфейс игры. Например, мод, который добавляет дополнительные колонки в режим создания персонажа. Того, чтобы вам было удобнее искать одежду и аксессуары. Также моды могут активировать чит-коды, которые есть в игре. Например, такой мод, как чит-экстеншн, поможет вам легко управлять интерфейсом игры. Например, ускорять или замедлять время. Поднимать или опускать потребности персонажа всего лишь одним щелчком мыши. А также использовать скрытые взаимодействия без использования чит-кодов. Для Sims 4 существует просто такое огромное количество модов, что за одно видео их просто все не перечесть. Но в следующих выпусках нашей рубрики я обязательно буду знакомить вас с различными интересными модами. А не только с доп-контентом. Ну что, теперь надеюсь вы понимаете, чем отличается доп-контент от модов, которые полностью меняют игру. Или какую-то часть игры. Например, такой мод, как 4 колонки. В моем случае 5 колонок, да, мод обновился, теперь там есть 5 колонок. И знаете, это намного удобнее, когда у тебя в папке мод слежит очень много одежды. Много очень аксессуаров и всего остального. Когда у тебя 5 колонок, и тебе больше видно контента, который у тебя есть. Это очень удобно. Но многие фанаты сталкиваются с таким моментом, когда они скачивают какие-то допы, одежду, прически и многое другое. Они, заходя в игру, понимают, что некоторые из этих причесок и одежды просто сломаны. Все персонажи в знаках вопроса, все красные, горят, ни черта не отображается. И сейчас я вам покажу один маленький лайфхак, как подчистить свою папку mods от таких сломанных модов. И нет, мод конфликт здесь не нужен, потому что это доп-контент. Для того, чтобы подчистить вашу папку mods, вам понадобится программа, которая называется Tray Importer. Ссылку на ее скачивание я оставлю внизу в описании. Дальше вам нужно совершить такие действия. Зайти в игру Sims 4. Далее все зависит от того, какие допы вам нужно подчистить. Если это допы для строительства, то вы переходите в режим строительства. Если это допы для персонажа, то вы переходите в редактор создания персонажа. Разберем пример на редакторе создания персонажа. Для того, чтобы вытащить весь сломанный доп-контент, вам нужно одеть вашего персонажа в этот сломанный доп-контент. Например, вы знаете, что в вашей папке mods есть какое-нибудь платье, которое, одевая на персонажа, вызывает конфликты. И оно просто не одевается на персонажа, а персонаж покрывается красными знаками вопроса. Так вот, вы одеваете это платье на персонажа, далее сохраняете этого персонажа в вашу галерею. Для этого не нужно подключения к интернету, вы просто сохраняете его к себе в библиотеку. Разумеется, если в вашей папке mods больше, чем одна единица сломанной одежды, то вы начинаете одевать вашего персонажа в эти сломанный контент по различным категориям. Таким как тёплая одежда, одежда для холода, купальники, одежда для сна и так далее. После того, как вы сохранили вашего персонажа, вы открываете программу Трей Импортер. И в левом столбце вы увидите того самого персонажа, которого вы только что сохранили в библиотеку. Далее вы выбираете персонажа и переходите во вкладку CC. Там вам покажут весь доп-контент, который есть на вашем персонаже. Кликая два раза мышкой по этому доп-контенту, вас перебросит в вашу папку mods. Этот доп-контент, на который вы кликнули, будет выделен, и вы сможете с лёгкостью удалить его из игры. Удобно, просто, а самое главное, безопасно для вашей психики. В особенности, если ваша папку mods весит просто каких-то гигантских размеров, и вы просто не сможете там ничего найти. А вот таким способом всё получится. И под конец я хочу ответить на самый главный вопрос. Где скачать? И знаете, в последнее время, просто зайдя в интернет, ты вбиваешь скачать одежду для Sims 4, вам выдают какие-то китайские непонятные сайты, вы сидите, ломаете голову, не понимаете, боже, как же эти блогеры это делают? Почему у них такие классные вещи? Почему у них такие классные папки mods и всё остальное? Но секрет довольно прост. Это авторы. Авторы доп.контента Да-да, как у всех нормальных авторов, включая меня, я автор контента, видео контента на ютуб, у меня есть своя страница. Так у авторов доп.контента также есть свои оригинальные страницы, куда они первоначально заливают все свои классные работы. И если вдруг вам нравятся работы определенного автора, то вы можете на него подписаться. На таких ресурсах, как Tumblr, Patreon, SimsResource, ModTheSims и, разумеется, в Твиттере, куда они также выкладывают свои ссылки на скачивание. Эти сайты, которые я только что перечислил, являются основными сайтами, откуда обычно я скачиваю топ-контент. Я подписываюсь на различных авторов, где смотрю их работы. По каким критериям я подписываюсь на различных авторов? Разумеется, это стиль работы, мне больше всего нравится Максис. А второе, это качество выполняемой работы. Разумеется, чем качественнее выполнен тот или иной объект, прическа или одежда, тем шанс того, что я подпишусь на этого автора, конечно же, увеличивается. Ну а вы меня спросите, Сережа, а как найти тех самых авторов, которые делают классный доп.контент, на которых ты подписан? Об этом мы поговорим уже во втором выпуске нашей рубрики про доп.контент. И второй выпуск с доп.контентом, разумеется, не заставит себя долго ждать, если вы поставите лайк этому выпуску и напишите комментарий. Мне будет безумно приятно. И вам не придется рыскать по всему интернету, чтобы отыскать того самого автора или тот самый доп.контент, который вам понравился. В этом удобно помогает вам, разумеется, тамблер. И сейчас многие авторы выкладывают свой контент на патреон. Так что зарегистрироваться на патреоне вам бы не помешало. Разумеется, там не только платный контент, но и бесплатный. Во втором выпуске этой рубрики я дам вам много ссылок на различных классных авторов. Так что подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик, дабы не пропускать все самые классные и прикольные видео по доп.контенту. Сейчас на канале на доп.контент я сделаю большой упор. Это основные площадки, на которых сидят авторы и выкладывают свой доп.контент туда в первую очередь. А потом уже различные сайты-перезаливщики скачивают этот доп.контент, перезаливают. И в итоге бедные авторы остаются абсолютно без какого-либо вознаграждения. Да, посмотреть маленькую рекламку перед скачиванием какого-то файла, ну, у вас ничего не отвалится. А автору упадет маленькая монетка за то, что вы посмотрели рекламу. Ну что, вот и подошел к концу первый выпуск рубрики «Интересный контент». Если вам понравилась рубрика, нажимайте на лайк и подписывайтесь на канал. Нажимайте на колокольчик, дабы не пропускать все самые интересные и свежие видео. Напомню вам, что во втором выпуске я дам вам много ссылок на классный доп.контент. Вот, ну а с вами был Сергей, это канал Хабагивили. Всех люблю, всем спасибо большое за просмотр. И всем пока-пока, мои хорошие. Пока-пока. Он и смотрится эст... Он и смотрится эстетич... Эстетичней. Он и смотрится эстетичней. Он и смотрится эстетичней, господи. Так что лучше подписываться на авторов в Т... Да, в Твиттере, господи, но в Твиттере. Субтитры сделал DimaTorzok